Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире Новоуральской вещательной компании вы смотрите программу «Грани». И сегодня гостями нашей студии стали активные, позитивные представительницы наших школ, участницы конкурса достаточно непростого «Большая перемена». Девушки, здравствуйте! Здравствуйте! Прежде всего, хочется, конечно, уже узнать, вообще, «Большая перемена», вот ее представляют как даже не конкурс, а больше вызов для молодежи, проект для тех, кто готов менять себя и мир вокруг. Каким вы за время четвертого сезона увидели вот эту «Большую перемену», вот этот конкурс? Я в «Большой перемене» участвую уже третий год подряд, и для меня с каждым годом она открывается по-новому, постоянно что-то меняется, постоянно меняются какие-то форматы, хотя общая суть остается прежней. И с каждым годом в этот конкурс приходит все больше и больше ребят, которые действительно хотят что-то изменить в себе, в стране, в вообще, в чем-либо, что их интересует. Поэтому с каждым годом на «Большой перемене» становится все более интересно, конкуренция растет, приходит все больше участников, вот, но от этого еще лучше и интереснее участвовать. Аня, Маргарита, а вы тоже уже не первый год участвуете или первый опыт? Первый опыт и сразу успешный. Немного забегая вперед, расскажу, что у нас Аня стала победителем и заработала на «Большой перемене» миллион, но к теме призов мы еще обязательно вернемся. Вот сейчас для тебя, как для новичка, «Большая перемена» – это скорее отдых или плодотворная работа? Ну, скорее, для каждого это разное, конечно же, но для меня это было и то, и то. То есть, когда ты решаешь кейсы на самом уже задании, это больше для меня был как отдых, но немножечко с таким напряжением, а ожидание – вот это вот уже работа. Но, тем не менее, ты справилась. Маргарита? Про конкурс я узнала давно еще в школе, года, наверное, со второго сезона я начала участвовать, но дойти до финала мне удалось только сейчас, и все прошлые года это была работа над собой, чтобы доказать прежде всего самой себе, что я могу это сделать, я могу дойти до финала и стать призером. Вообще, мы говорим о том, что, да, есть несколько этапов. Что это за этапы, какие вызовы, 12 вызовов перед вами ставят, и каким образом вы для себя их подбираете, и тем более вот Настя Маргарита, которая не первый год участвует. Там, правда, очень много вызовов, целых 12. Когда я участвовала первый раз, я выбирала вызов «Твори». Это связано с творчеством, с искусством. Очень такая обширная тема, и распространенно ее выбирают очень многие ребята. На второй год я выбрала тему «Меняй мир вокруг». Это про улучшение окружающей среды, может быть, что-то в городе, в школе. А в этом году я участвовала в теме «Волонтерство». Вот, я посчитала, так как я сама являюсь волонтером, волонтером города, то эта тема мне стала очень близкой на этот год, и я выбрала именно ее. Замечательные направления, очень интересные. Другие направления выбрали для себя в этом сезоне? Да, у нас у них разные направления. Так, рассказывайте, интересно услышать. Я, как Эрита, первый год выбирала «Твори». Мне кажется, это действительно самое популярное направление, одно из. Потом у меня было направление «Познавай Россию». Это направление, его основной спонсор – это РЖД. То есть связано направление с путешествиями по России, с открытием новых культурных мест. И в этом году выбрала вызов «Помни», потому он связан с историей, с историческим наследием страны, с изучением истории как науки. Эта тема довольно близкая для меня. Я сдаю историю на едином государственном экзамене. И с каждым годом еще изменяется для тебя видение на этот конкурс, потому что ты каждый год выбираешь новый вызов. Аня, первый год успешный. Какой вызов был выбран? На дистанционном этапе я очень долго думала, какой вызов мне взять. Я думала на добровольчество и медицина. Медицина – это вызов «Будь здоров». Я думала над этим вызовом, потому что я в химбио и хотела поступать в мед. Хотела? Ну, на генного инженера больше сейчас хочу. Ого! Какое интересное направление. Вернемся к Большой перемене. И в итоге я выбрала все-таки вызов «Делай добро». Это добровольчество, потому что я писала проект «Зумеры. Здоровье. Успех. Молодость» от «Здоровой шестерки» нашей школьной. Я слышала. Да, да, да. Я была капитаном этой команды. Мы заняли второе место. И я подумала, что это вызов больше по мне. И, как оказалось, правильно выбрала. Действительно, да. Сказочно богато. Я видела в социальных сетях это видео. Вообще, как точно подобрана песня. Особенно с этим сертификатом в руках. И мы понимаем, что все-таки это большой конкурс. В нем много участников. И неплохие денежные призы. Но все-таки вы пришли в конкурс. Да, уже три года. Тоже два года участником являлась. Да, и у нас Аня первый год. Вы же пришли за другим. Ну, зная нашу молодежь. Это же не финансовая даже помощь. Ну, я лично пришла. Как я узнала о Большой перемене? Меня, моя будущая наставница из Лесного, Карпова Наталья Александровна, она предложила мне поучаствовать. Вообще просто, ну, просто так, попробовать себя. И я согласилась, потому что я люблю что-то новое. И Большая перемена. Я давно хотела в ней поучаствовать, но у меня не было наставника. А для меня это очень было важно. Это поддержка. И она меня пригласила. Я согласилась на эту авантюру. И, как оказалось... Даже так, да? Да. Авантюра. Интеллектуальная авантюра. Да, интеллектуальная авантюра, конечно. Я участвовала в Большой перемене, чтобы проверить себя, смогу ли я вытерпеть это все, все эти ожидания, переносы баллов, вообще общение с людьми самыми разными. Могу ли я это сделать? Вот для чего я участвовала. То есть это действительно вызов? Вы придерживаетесь такого же мнения? Ну, да. Потому что, к примеру, лично для меня, я повторюсь, что вот мне не удавалось дойти до финала. И каждый год я старалась что-то улучшить, что-то сделать по-новому, по-другому. И пыталась показать себя, свои силы. И благодаря своей наставнице, Атамановой Ольге Михайловне, которая меня поддерживала, вот я дошла до финала. Мы уже второй раз возвращаемся к теме наставников, вообще в большой перемене. Кто такие наставники? И самый главный вопрос, с годом педагога и наставника поздравили наставников непосредственно? Хорошо, молодцы. Но вот здесь, в конкурсе, кто такие наставники? Какую помощь они осуществляют? Все равно вы же должны решать все самостоятельно. А что делать наставники тогда? Ну, мой наставник, она помогала мне вот как морально, поддерживала. Так и в дистанционном этапе у меня был кейс. Нужно было придумать систему, которая бы в школе помогала участникам, ну, школьникам младших классов с помощью старших классов. То есть старшеклассники бы должны были помогать младшеклассникам. И нужно было все продумать, там бюджет, название, идею, актуальность, ну, как проект настоящий пишешь. И моя наставница помогала мне, она объяснила, какой бюджет мне нужно использовать, как это правильно написать, чтобы эксперты поняли, как это все расписать. Там еще презентацию нужно было делать. Она мне тоже с ней помогла, что, как убрать. То есть сразу же изучаете проектную деятельность. Но мы знаем, что у нас Анастасия самостоятельно проходила этот путь. Каково это, принимать все вызовы без вот такой помощи взрослого человека? Или поддержка все-таки была? Ну, на самом деле у меня не было официального наставника, то есть в графе на сайте его не было указано. Ну, сама задание выполняла я. Но эмоциональная поддержка, конечно же, была. Это мои родители, мое окружение. Потому что без их поддержки в плане моральной я бы не смогла пройти, думаю, даже до полуфинала. Потому что, например, задание заочного этапа, где надо было, вот как Аня описывала, решать кейс какой-то, расписывать проект, я решала, когда была в Артеке. А там для этого времени не выделяется вообще. То есть мне приходилось вставать до подъема, сидеть позже вечером, чтобы решить эти задания. Это вызов самому себе был. Как бы с конкретными решениями никто не помогал. Но опыт помогал в прошлых лет. А в эмоциональном плане окружение родителей и близкие люди. А вот в Артеке, это тоже часть вашей программы? Вы там могли отдохнуть, как-то восполнить свои силы? Нет. Отдыхом и не пахло. Мы не отдыхали. Чем занимались вообще? Каково попасть в Артеку? Вы в первый раз или, может быть, до этого вместе с нашим знаменитым проектом Школы Русатома точно так же отдыхали уже? Ну, в июне вот этого года, когда как раз был заочный этап, я первый раз поехала в Артек от Школы Русатома. И сейчас с Большой Переменой вы же тоже ездили? Да. Каково это? Все равно окунуться в другой климат, окунуться совсем в другую обстановку, там же такие же активные, позитивные ребята. Друзей нашли? Да, очень много со всей России теперь друзей. Это такой первый опыт, так скажем, междугородней дружбы? Ну, в плане Артека, да, я первый раз там была, это была моя детская мечта, вот попасть в страну детства, в Артек. И благодаря Большой Перемене она осуществилась, чему я безмерно рада. Это уникальный опыт, познакомиться с ребятами с разных уголков России, пообщаться с ними и, в принципе, хорошо провести время. Ну, действительно, замечательный опыт, такой позитивный уже. И подходим к такой, наверное, самой интересной теме. Призовой фонд. Он большой в этом конкурсе. Какие призы получили вы? И все-таки, куда вы собираетесь вот эту премию призера потратить? Если не секрет. Мы не просим 20 в тайны, да, все секреты свои выкладывать не стоит. Но вот так, мы понимаем, что раз к цели так идете, то дальше, скорее всего, тоже какие-то цели есть. Конечно. Да. У нас, ну, могу объяснить суть призового фонда Большой Перемене. Есть призеры и победители. И есть две категории. Это 8-9 классы и 10-е классы. Вот мы все участвовали за 10-й класс, и премия призера 10-го класса 200 тысяч. И премия победителя, как уже было озвучено, миллион. В 8-9 классах премия призера 100 тысяч, а премия победителя тоже 200 тысяч. Вот. Ну, по общению с ребятами в Артеке, в отряде, в командах, большинство хотят потратить эти деньги на вклад в учебу. Очень многие. То есть, если 200 тысяч, условно, не оплатить обучение само, то можно купить какую-то технику для учебы, оплатить какие-то, может, подготовительные курсы, ну, или просто вложиться в саморазвитие в любом другом плане. У меня такая же цель. Обучение. Да. Насколько осознанно вы все-таки подходите к этому выбору? Казалось бы, все равно подростки, все равно хочется, но вот как шли к цели к большой перемене, и так сейчас к обучению грамотному, да? Все потратят на обучение. Помимо воспоминаний, какие-то памятные, может быть, дипломы, еще что-то с вами осталось, что получили вот такого физического на память, чтобы всегда где-то под сердцем хранить. Флаг. Флаг, большой перемен, да. В принципе, каждому призеру и финалисту дают вот такие таблички. У меня это 200 тысяч. И, ну, как и всем, это дипломы, вот у Ани тоже он есть. Место, где твоим талантом есть место. Это такой своеобразный девиз. Да, и каждый год, насколько я знаю, он меняется, да, по-моему? Ну, он улучшается, модифицируется. Там каждый год что-то новое придумает. Вот, это диплом с полуфинала, а это уже с самого финала. И каждому финалисту дают сертификат на путешествие мечты. Вот это, да. Так, что это за сертификат на путешествие мечты? Он же как-то, ну, оговаривается, что это за путешествие. Что это будет? Аня? Аня так дипала, да, готова рассказать. А кто бы знал? Нет, ну, это каждый год. И, кстати, полуфиналистам тоже дают путешествие мечты. По-моему, насколько я знаю, это на 3-4 дня. То есть это сюрприз, это еще... Ну, вот, например, за прошлый год я была полуфиналистом, и вот в декабре вначале я поеду в тур по Свердловской области на 3 дня. Нет, на самом деле, если учесть для второго сезона или для третьего, какую тематику ты выбрала, Россия, да, знакомство с родным Уралом, мне кажется, будет очень полезно. Это будет интересно, да. Действительно, и можно использовать потом, тоже рассказывать о каких-то местах. Насколько для вас важно было даже не выполнить вот эту цель, попасть в финал, а вот познакомиться с чем-то новым? Вообще, соответствует ли это вашим увлечениям в обычной жизни? То есть вы выбираете уже знакомое направление? Ну, вот, добровольчество у Ани, мы знаем, что она с ним знакома, да, волонтерство. Настя, ты выбираешь вызов прямо, чтобы все поменять? Ну, каждый год я выбрала разный вызов, чтобы попробовать этот конкурс с разных сторон, но что-то все равно, что близко ко мне. И, например, выбор вызова, он отображается в изменении интересов, то есть в восьмом классе я больше любила рисовать, не знаю, читать. Сейчас я больше увлекаюсь там историей, литературой тоже, поэтому изменяется выбор вызова. Ну, главное, чтобы в конкурсе было комфортно вызове, потому что есть задания, связанные с этим направлением. И, то есть, если я бы выбрала вызов как девочке добровольческий или связанный с медициной, вряд ли бы я его смогла как-то отстоять. А с тем, в чем ты разбираешься, ты себя чувствуешь более удобно в этом конкурсе. Все-таки интересно. Большая перемена. У меня сразу какие-то ассоциации со школой и перемена, как время отдыха между уроками. В данном случае что такое большая перемена? Это изменения? Да, твои личные. Ну, личные, внутренние. И на протяжении всего вот этого конкурса ты видишь, как ты можешь справляться с различными нестандартными ситуациями, в которые ты мог и не попасть в обычной жизни. Как ты можешь нестандартно подходить к решению того или иного кейса. И вот этот конкурс и как раз таки направлен на то, как ты можешь быстро меняться в различных ситуациях, перестраиваться от одной задачи к другой. Как ты можешь подстраиваться, так скажем, под людей, которые с тобой в одной команде, находить с ними общий язык. И так как эти люди вообще с тобой ни разу не были знакомы, это тоже такой большой опыт, потому что все мы разные. И у каждого свой характер, свои какие-то идеи. А на большой перемене при решении кейса должна быть единая идея, единая концепция, и все должны прийти к этому и согласиться. И вот это вот сложно, но в процессе конкурса ты к этому подстраиваешься и как раз таки видишь, как можешь меняться. Можешь меняться. И менять мир вокруг, да, как говорится. Аня, как ты думаешь, вот этот опыт вам пригодится в жизни, уже даже во взрослой жизни? Я думаю, что этот опыт нам пригодится, потому что на большой перемене что в команде, что в отряде попадались очень разные люди, так же, как и нам могут попасться и на работе будущей, и вообще в обществе бывают разные люди. И нужно уметь с ними как-то работать, находить общий язык. И это было одно, это было одно из трудностей большой перемены. Что ж, ну, со всеми трудностями вы все равно справились. Сейчас у вас есть такая удивительная возможность, когда вы можете мотивировать других людей, когда вы можете стать примером для подрастающих ребят, да. Вот первоклассники, кто-нибудь бегает, я уверена уже, особенно с твоим проектом, значит, есть взаимодействие с младшими школьниками, вы становитесь для них примером. И вот так сейчас с какими бы словами обратились к тем, кто, может быть, не решается на такой, ответственный, достаточно сложный шаг. Пробуй, надо пробовать себя, свои силы, ни в коем случае не бояться, потому что в этом конкурсе все направлено на детей, на их развитие, на обучение. И как раз-таки ты можешь попробовать свои силы, на что ты готов. И если не получилось один раз, то обязательно получится в следующий. На своем опыте я могу это подтвердить. Аня, какое у тебя будет пожелание к тем ребятам? У меня будет пожелание, наверное, просто верить в себя, потому что, приехав в Артек, я уже была настроена на победу, я ходила такая, а я буду победителем. И как оказалось, я стала победителем. Вот, просто не бояться, пробовать, ставить перед собой цели и добиваться их. Я бы сказала ребятам, чтобы они, даже если еще сейчас не наступил возраст участия в конкурсе, восьмой класс, в РДДМе, в движении первых, есть очень много разных мероприятий, разных слетов, в которых можно также принять участие. И, ну, следующий год точно большая перемена еще будет. Кто знает, что случится с ней потом. Но в любом случае, я уверена, что у нас появится что-то новое, вероятнее всего. Все будет только улучшаться. И главное, следить за тем, что происходит, не выпадать из этого потока. И если вы действительно замотивированы, вы хотите себя попробовать, может, не в большой примене, в чем-то другом, надо обязательно идти и делать, искать людей, которые будут также заряжены на успех и на какую-то деятельность. Вот поговорив с вами, у меня такое стойкое ощущение, что вы живете по принципу, что от жизни нужно взять все, вот это все лучшее, все самое активное, все самое интересное. Вообще, просто очень рада за то, что у нас есть такие смелые девушки, да, где-то есть смелые молодые люди, которые точно так же с вами в конкурсе участвовали. И всегда очень интересно наблюдать за вашими успехами в этой студии точно так же бывают разные ребята, но каждый раз, каждый раз мы все убеждаемся в том, что в Новоуральске активная молодежь, и благодаря своей активности они достигают своих каких-то целей, и не только целей, это даже исполнение детской мечты, как это получилось у Маргариты, поэтому спасибо вам не только за вашу активность и смелость, не только за то, что вы к нам пришли сегодня в студию, но и на то, что вы заряжаете своим вот этим вот успехом и других на свершение новых дел. Ну, а на этом наша программа подходит к концу, но для вас не подходит к концу большая перемена, и участие в ней это активность. Нашим зрителям спасибо большое за то, что сегодня были вместе с нами, с нашими активными ребятами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова